О том, как сделать бицепс больше, информации полно. От этого изобилия многие теряются и не знают, какие методы работают на любителях, а какие нет. В данном обзоре я решил обобщить некоторые моменты и кратко их изложить, чтобы любители железного спорта не теряли времени и достигали результата как можно быстрее. Первое. Уделяйте больше внимания трицепсу. Без трицепса больших рук вам не видать. Он по объему больше бицепса, а именно составляет примерно 2 трети своей мышечной массы рук. Поэтому не зацикляйтесь только на тренировке бицепса. Номер два. Не забывайте тренировать брахиалис. Для тех, кто не знает, брахиалис находится между бицепсом и трицепсом. Если эта мышца хорошо развита, то она, можно сказать, выталкивает бицепс наружу. А это дополнительные сантиметры обхвата руки. Номер три. Не используйте слишком тяжелые или слишком легкие веса при проработке рук. Помните, что мышцы рук являются небольшими мышцами. Слишком большой вес будет в большей степени нагружать связки и сухожилия. Но для их роста практически бесполезен. Слишком маленький вес. Когда вы делаете 20 повторов и более, у большинства атлетов развивает выносливость, но мало способствует увеличению их объема. Номер четыре. Тренируйте руки только после полного их восстановления. Не забывайте, что бицепсы и трицепсы активно принимают участие при выполнении других упражнений на крупные мышечные группы. Например, при жимах для грудных мышц в работу включаются трицепсы, а при тягах для широчайших мышц – бицепсы. Если вы прокачали крупные мышцы, то не стоит на следующий же день качать руки. Дайте им восстановиться. Подведем итог. Чтобы мышцы рук как можно быстрее увеличились в объеме, необходимо уделять внимание трицепсу и брахиалису. Использовать адекватный вес и достаточно восстанавливаться между тренировками. Но и это не главное. Помимо сказанных рекомендаций, нужно еще хорошо питаться. Достаточно спать, иначе о положительном результате можно забыть. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok